Рад приветствовать всех зрителей на своем канале. И сегодня я вам расскажу вот об этом своем новом аквариуме и о тех двух причинах, которые побудили меня заняться этим новым проектом. Первая причина это то, что многие зрители моего канала жалуются на излишне жесткую щелочную воду в их регионе. И с вашей помощью я бы хотел немножко исследовать эту проблему. Вторая причина несколько более странная. У большинства аквариумистов создается такое какое-то странное представление об аквариуме. Аквариум обязательно должен иметь черный фон, в аквариуме обязательно должны быть коряги, должно быть хорошее освещение. Обязательно в обязательном порядке должно быть СО2 и надо в аквариум налить много много удобрений. Какое-то однобокое представление, но вот так вот их научили в школе, так они запомнили и никакого другого аквариума просто не представляют себе. Аквариумы могут быть очень разными. Вот два совершенно одинаковых по объему аквариума, которые обслуживаются одинаковыми фильтрами. О левом аквариуме я уже рассказывал. Фишка в этом аквариуме состоит в том, что это аквариум представляет собой биотоп в верховьях реки Амазонки. Соответствующим образом у него здесь подобрана мягкая кислая вода, соответствующий грунт, сумрачное освещение, темный фон. Также подобраны растения и рыбы из верховьев Амазонки и Южной Америки. И совершенно другая фишка, вот у этого аквариума. Более светлого, более ядного. Так же как и основная композиция аквариума построена на двух элементах. Это скала и мелкозернистый лесной песочек. Также основная идея аквариума построена на двух фишках. Это креветки Амана и слабосоленая вода. Видимо, по итогам проекта мне также поставят в двойку. Не судите меня строго, потому что я впервые создаю такой проект и надеюсь, этот проект мы будем создавать вместе с вами. Я совершенно не представляю, что из этого может получиться. Но думаю, если долго мучиться, что-нибудь получится. Несмотря на то, что этот проект в целом для меня новый, совершенно незнакомый, отдельные элементы этого проекта я уже испытал в других аквариумах. Вот по соседству находится аквариум с соленостью порядка трех-четырех промилле, где с успехом более полугода живут меченосцы, гуппи, также креветки вишни и крабы. Был также опробован в качестве грунтового и тот мелкий песочек, который у меня сейчас в том аквариуме. В нем, в этом песке хорошо растут различные реснерии. Стрелорист. Стрелорист здесь даже размножился. Я его сейчас прополол и пересадил в соседний аквариум. Это наиболее неприхотливые растения, которые могут жить практически в любой воде. У большинства из этих растений, как я уже говорил, и у длинности бельки, и у медленных папоротников и анубисов, есть одна общая характерная черта, судя по отзывам в интернете. Все эти растения хорошо переносят щелочную и жесткую воду, а некоторые из них, как например, лориснерия и льбокопа, легко живут даже в слабосоленой воде. Кроме неблагоприятных для аквариумных растений параметров воды, в этом аквариуме имеется еще ряд спорных и сомнительных моментов. Один из таких моментов это посадка на стадии запуска в этот аквариум медленно растущих растений. В отсутствии азотного цикла, в отсутствии биобаланса в аквариуме и при незрелой воде, такие медленно растущие растения легко цепляют в аквариуме любые водоросли. Но посадить эти медленно растущие растения в аквариум, такие как папоротники и анубисы, я был вынужден, потому что они у меня посажены на камни и прирощены к ним и являются частью декора. Теперь же мне придется как-то выкручиться из этого положения. Еще один спорный сомнительный момент в этом аквариуме это использование в качестве грунта мелкозернистого плотного песка. Были конечно идеи насчет фальши дна и фильтрации под этим грунтом, но по разным причинам я от этой идеи отказался. Мелкозернистый речной песок очень слабо участвует в азотном цикле, можно сказать что вообще не участвует и склонен к закисанию. Чтобы уменьшить вероятность закисания я сделал слой песка этого как можно тоньше. Обычно если использовать в аквариуме такой песок, то ничем его не закрывают, чтобы песок можно было время от времени ворошить от закисания и устанавливают мощные фильтры, которые сдувают все с песка и обеспечивают азотный цикл. Здесь же у меня песок закрыт крупной галькой, в которую будет проваливаться вся органика, попадать к песку и возможно там будет загнивать. А так как азотный цикл в этом аквариуме очень слабый, то это довольно рискованно. Чтобы как-то компенсировать эти свойства грунта, эти отрицательные свойства грунта, я разместил около двух килограммов лавы в районе заборника фильтра, вот там вот за скалой. Первые дни у меня фильтр пока работает на механику, но в ближайшее время я хочу перевести фильтр на биологию. Для этого у меня уже замочена керамика, замочены специальные шарики для наполнения фильтра и ими я заменю губку фильтра. Сейчас там пока стоит штатная губка с кусочками синтепона. В таком песке может жить только какая-то почвопокровка или карликовая сагитария, как у меня сейчас волеснерия, и то она будет выглядеть бледной и слабой. Слой этого песка недостаточен для укоренения крупных растений корневищных. Поэтому в дальнейшем по состоянию волеснерии я посмотрю и возможно под кусты волеснерии на заднем плане я помещу под корни комочки глины. А наиболее крупные кусты волеснерии, вот какая-то гигантская волеснерия и как вот этот сагитария или стрелолист у меня помещены в бобикусу. Вот сейчас мы видим бобикусу, в которой помещен стрелолист. Надеюсь питания из бобикусы стрелолисту и волеснерии гигантской хватит. Также в бобикусу помещен эхинодорус, и вот эти вот бакупы. Это одно еще слабое место в аквариуме, так как в бобикусе здесь присутствует в большом количестве, а в бобикусе у меня наполнено грунтом. Можно сказать, что аквариум в отсутствии азотного цикла сейчас у меня наполнен землей. Что тут будет происходить я совершенно не представляю. Но будем наблюдать за развитием этого аквариума и посмотрим как пойдет дело. Как вы видите, друзья, в этом проекте полно весьма спорных и сомнительных приемов, поэтому я настоятельно не рекомендую никому повторять мой опыт. И вообще не представляю, как такая бредовая идея взбрела мне в голову. Ну вот так вот захотелось. А теперь, я надеюсь, используя свой опыт и ваши советы, как-то разрулить ситуацию. Отрицательный результат тоже результат. Если что-то не получится, то всегда можно перезапустить этот аквариум. Тем более, что элементы декора этого аквариума у меня подвижны. Но будем надеяться на лучшее и следить за ходом этого эксперимента. Как я уже говорил, я ни разу не делал ничего подобного. Так что это моя первая подобная попытка. А на этом все, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok